итак привет всем сегодня я буду варить так сказать гороховую мастырку я называю его горохово-манной замес она также будет служить как прикормка так и насадка на карася карпа и леща нам понадобится горох манка меда чуть-чуть ну и сахара ложечку вот на такую как бы на одну кружку гороха замоченного я добавляю кружки воды если вы горох не замачивали то лучше всего на такую степан сразу пять кружек вот горох у нас готов уже доходит остывает видите осталось всего только потолочь добавить сахар и после чего будем добавлять потихоньку манную крупу до полного загустения так и добавил полторы ложки сахара только меда сейчас можно это все размешать вымет растворился после чего как метра старился теперь я буду его толочь а вот буду обычно толкушкой у кого есть миксер пусть делают миксером так как вот больше мыть проще всего такой постариночку так ну все мы перемололи наш горох сахар с медом у нас растворился сахар нужен для того не только что карп любит сладенько или карась с лещом для того чтобы было более эластичная наша так сказать гороховая вот эта миссия сейчас будем потихонечку всыпать манку и превращайте его так сказать пельменное тесто так постепенно будет маночка набухать будем сразу понимать сразу все не высыпайте понемножку хорошо размешивайте без всяких комков будет получаться наша гороховая месила у нас уже забудь такая уже гущено становится нужно уже консистенция пельменного теста будем замешивать дальше и так наша гороховая месила она уже подстрела мы подождали то есть видите да тяжело уже мешать ложкой мы сейчас добавляем еще чуть-чуть маночки вытащим его на досочку и будем руками замес как тесто будем немного месить так сказать итак наши я гороховая тесто добавил еще геркулесовый хлопер для того чтобы не просто у нас была сосочка гороховая но еще была крупная фракция которая торчала и привлекала рыбу сейчас мы это все перемешаем и так наша мастырка готова видите да если присмотреться в ней вот эти фракции геркулеса внутри при вымывании из кормушки мастырки будет оставаться и торчать такие фракции геркулеса то что будет привлекать пощупать рыбка при замесе такой мастырки советую лучше руки смазать подсолнечным маслом чтобы мастырка не прилипала ну и все я повторюсь что это не просто прикормка для рыбы но еще и приманка так сказать насадка на нее не только прикармливать но еще и ловить то есть это два в одном быстро и такая хорошая хорошо подходит для всех карповых рыб скоро покажу как она действует все если вам понравилось подписывайтесь ставьте лайк до встречи на рыбалке